Мы категорически против того, чтобы, пусть даже супердержава, как вы сказали, под какими бы то ни было лозунгами, демократическими или еще какими-то там, вмешивалась во внутренние дела того или иного государства, свергала, убивала, вешала президента. Все это уже мир видел. От Саддама Хусейна до ливийского президента Муаммара Каддафи. Одного повесили, второго на кол посадили, растерзали и так далее. В Египте свергли, вон лежит, как кочерыжка мучается в больнице человек. Что он плохого сделал для Египта и для них? Это что, нормально? Ну ладно, это президенты. А сколько тысяч человек угробили? Это какая демократия? Кому позволено сегодня таким образом в мире орудовать? Вы же посмотрите, до чего договорились. Американская нация, даже удивительно, я как историк не могу это осмыслить, что же это за нация такая американская, которая себе уже присвоила право некой исключительности. Вы понимаете, чем это уже попахивает? Мы эту исключительность в середине прошлого века пережили. И она стоила 50 миллионов жизней. Поэтому уже тут попахивает чем-то нехорошим. Поэтому присваивать себе право некой нации исключительной и исключительность просваивая себе и в результате этого обосновывать бомбежки других государств, я думаю, это, мягко говоря, контрпродуктивно. То есть это очень плохо. Вот правил был Путин, когда говорил, что самое страшное, когда мы эту идеологию о нашей исключительности, как говорит Обама, вбиваем в голову собственного населения. А это 300 миллионов человек, американцев. И они, как это было когда-то в Германии, начинают понимать, что это особая раса, особая кровь, это особая исключительность. И мы вот тут должны наводить порядок в мире и всех подстричь под их вот эти стандарты. Это очень опасная тенденция. И вообще меня Обама поражает. Еще совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. Я никогда не думал, что человек, вышедший из этих бедных слоев, сможет вообще риторику такую в мире проводить. Это недопустимо. Это очень крайне опасно. Кстати, наши и ваши, и российские демократы, они этого как-то как будто не замечают, что говорит их хозяин. Поэтому вы правильно поднимаете этот вопрос. Он очень актуален и в своей перспективе, как я уже сказал, очень опасен.